Даже в юности можно стать настоящим спасателем. Семиклассники соревнуются, кто быстрее наденет боевую форму пожарного и поднимет руку, сигнализируя «Я готов защитить природу от огня». Их 33-я школа находится недалеко от лесного массива. Поэтому в период особого противопожарного режима в пришкольном лагере проводится пожарно-спасательная эстафета. Ребятам предложили намочить полотенца, чтобы защититься от дыма, и добежать до манекена, который играет роль человека, пострадавшего на пожаре. Беру манекен, перетаскиваю его в нужное место и пытаюсь спасти человеку жизнь. Дотащить манекен нужно до условно-безопасной зоны. Это нелегко, но следует торопиться. Педагог Ольга Нартова поясняет, в случае пожара дым поднимется вверх, а свежий воздух будет стелиться внизу. Поэтому необходимо ползти, чтобы не задохнуться. Вы знаете, у нас в школе такие хорошие ребята, они все время такие отзывчивые. И я думаю, что они всегда в трудную минуту помогут в тяжелой ситуации. Даже вызвать пожарных нужно умеючи. По телефону грамотно назвать адрес и коротко описать опасную ситуацию. Если страшно и дрожат руки, как не расплескать воду для тушения огня. С помощью таких упражнений организаторы эстафеты из аварийно-спасательной службы учат уверенно действовать при пожаре и хотят воспитать у подростков чувство ответственности за охрану природы. Как в старые добрые советские времена, когда был зеленый патруль, мы хотим возродить это движение, чтобы оно действительно работало. Цель этого движения – чтобы дети любили свою природу и умели ее оберегать, защищали ее от пожаров и от других чрезвычайных ситуаций. В перерывах между конкурсами музыкальная пауза. Выводить школьников в лес этим летом педагогам запрещено. Поэтому эстафету проводят только в спортивном зале. Тряпочный тоннель символизирует задымленный подвал. Бежать в противогазе душно, и стекла запотевают. Но именно так осознаешь, что пожар – это не игрушки. В противогазе сразу понимаешь, какие выносливые у нас спасатели. Такие эстафеты и теоретические занятия в ближайшее время пройдут во всех седронских школах, граничащих с лесом. Анатолий Волошинский, Игорь Шиянов. Вести детально.